Привет, моя хорошая, с вами Светлана и сегодня у нас весенний макияж. Будет много интересного. Итак, поехали. Мы с вами начинаем с SPF защиты, потому что пришла весна и те, кто страдает пигментацией, мне кажется, это все просто в определенном возрасте, обязательно должны применять SPF защиту. Я не наношу сейчас тон, потому что мой SPF, это Биодерма, я уже пользуюсь им второй год, он тонирующий, 50 плюс здесь защита и вообще качество, я хочу сказать, на высоте, это во-первых, во-вторых, он с тонирующим эффектом, а в-третьих, он с матирующим эффектом. Вот так вот выглядит тюбик, не знаю, есть они разные или нет, я брала, по-моему, на рандевую его. В общем, тон никакой не наношу и вообще я, в принципе, летом и весной тон не наношу, я использую SPF защиту, потом могу ее какое-то время не использовать, мне просто интересно, как поведет себя кожа, будет пигментация вылезать или нет. Она у меня начала появляться во время последней беременности, вот здесь видно пятнышко, поэтому у меня была прям обильная пигментация над губой и под глазами прям такие пятна сильные, поэтому да. Здесь такой шарик, мы все как следует стяхиваем, тон здесь такой интересный, он подстраивается, но так как я люблю, чтобы лицо было загорелым, я использую сейчас активно автозагар Фаберлик. Вот сегодня, кстати, тоже его использовала, раз в несколько дней наношу на лицо, где есть пигментация, я прям вот так вот и немножечко оставляю, потом распределяю. Кажется, что он выбеливает, да, но нет, он сейчас усядется на кожу и будет все отлично. Помимо того, что он тонирует, он еще матирует, я всегда была в поиске от матирующего именно средства с высокой защитой, нашла, ура, ура. Прям вот так распределяю, вот, и поэтому так как я люблю, чтобы лицо было загорелым, а подставлять его под солнышко пока не очень хочется без защиты, да, поэтому автозагар у меня и Биодерма. Наношу как следует везде, потом нужно немножечко дать, чтобы средство осело на лице. Вообще солнцезащитное средство наносится за полчаса до выхода из дома. Если нет такой возможности, то, ну что ж, выходим так. Ну это, например, когда на работу там сильно спешишь, да, проснулся и нету тем времени сидеть, ждать полчаса. Так, нужно прям сразу бежать, но тут уже деваться некуда. А так я стараюсь наносить заранее. Распределяю вот таким вот образом. Кстати, очень хорошо защищает, что хочу сказать. Вот очень хорошо. Второй год и просто, ну, необыкновенно. Пользоваться надо только каждый день. Тогда будет вообще красота. Вот это пятнышко появилось в том году, когда я не пользовалась. То есть там август уже я не пользовалась, я загорала, ничего критичного не вылезло, но вот это пятнышко, оно, конечно, появилось. Вот видите, кажется, что выбеливает, но сейчас немножко на лице усядется. Ну и пока усаживается у нас средство тональное, что мы с вами будем делать? Мы сейчас будем с вами укладывать брови. Кто смотрит меня давно, знает, что мои брови просто нереально непослушные. Они жесткие, тут толстые жесткие волоски. И вот чтобы их уложить так, как мне хочется, это танцы с бубнами. И вообще ни одно средство практически не держит укладку. Поэтому мне очень в этом плане тяжело. Вот показываю вам, видите? Они у меня прям растут все вот так. И чтобы зачесать их вверх, это прям, ну вообще, песня очень долгая и практически нереальная. И сейчас я вам покажу мою недавнюю находку на Валберес. Это вот такой вот гель Алия. В чем здесь фишка? Во-первых, гель прозрачный, что мне необходимо, потому что у меня татуаж, мне не нужно ничего прокрашивать. Мне нужно их именно поставить, и чтобы они стояли. Вот такая вот удобная кисточка, очень удобная. Геля за раз выходит достаточно. Вот на кончике прям можно увидеть, что он очень-очень густой. Это во-первых. Во-вторых, закрываем и открываем крышечку. И здесь у нас удобная расческа. Расческа пластиковая и расческа-щеточка вот такая вот с волосками. То есть, даже если вы совсем не умеете укладывать брови, вот с таким вот, скажем так, гаджетом, вот с такими щеточками у вас получится однозначно. Так, давайте приступать. Гель, кстати, с эффектом ламинирования, и его совершенно не видно на бровях. Вот это тоже плюс, потому что все гели до этого, которые я не покупала, мы же сначала наносим тон, потом укладываем брови, как бы. Но даже если это делать в другой последовательности, все равно все гели видно было на бровях. Они несли в себе какой-то там отпечаток тонального средства и так далее, но это смотрелось неопрятно. Ну, прям вот просто неопрятно. Здесь его не видно. Он ламинирует реснички. Что я делаю? Так, у меня тут средство СПФ в складку запало. Я прочесываю свои бровки щеточкой в направлении к носику. За счет того, что он ламинирует, бровки блестят. У них такой красивый, естественный блеск. И за что еще хочу похвалить, он влагостойкий. То есть у нас сейчас практически через день дождь. Я с ним выходила в дождливую погоду. Брови мои остались на месте. Как я их укладывала, так они у меня и лежали. Я прям в обратном направлении, как следует. Порочесываю лохматые бровки. Дальше фиксирую, как мне нужно. Это прям вот происходит, смотрите, сразу и с легкостью. То есть так, как вам нужно. Это вот просто бесценно. И несмотря, что у меня тонирующее средство на коже, вообще нигде ничего не видно. Дальше я открываю щеточку и прочесываю, чтобы это смотрелось максимально естественно, прочесываю их еще щеточкой. Укладываю. Знаете, такая прям получается профессиональная укладка, очень красивая. Прям единственное средство, которое делает мои бровки такими ухоженными. Дальше щеточкой вот так хол. Зачесываем туда, куда нам нужно. Так. Расчесываем. И наблюдаем вот такой вот результат. То есть и эта бровь, которая лежит у меня, и вот эта бровка. Сразу взгляд открывается. Сразу взгляд делается моложе, свежее. Вот когда бровки приподнимаешь, прям вообще красота. Ну и теперь вторая бровка. Также зачесываю. Что, кстати, еще хочу отметить, девчонки. Он не создает излишней жесткости бровей. То есть бывает средство, нанесешь, потом до бровей дотрагиваешься, а они, не знаю, как щетки какие-то. Потому что у меня и так волосы жесткие, брови именно. Поэтому я вот такое вот не люблю. Нет, здесь, несмотря на то, что они идеально зафиксированы, они остаются мягенькими. Излишней жесткости никакой совершенно нет. Также к носику опять все причесываю, причесываю. И так и оставим с вами, да? И потом укладываю в нужном направлении. Блеска излишнего здесь тоже никакого нет. Несмотря на то, что эффект ламинирования, смотрите, как легко ставятся волоски. Вот очень легко поставил все. И они у меня не ложатся потом в течение дня. Потому что некоторые гели у меня ставили волоски, через полчаса хоп, и все опало. Все в одном. Не нужно покупать там несколько каких-то щеточек, гель отдельно, щетки отдельно. Все в одном средстве. Все в одном флакончике. Очень удобно и просто замечательно. Смотрите, какая красота. Вот эта бровка вообще встала. Просто потрясающе. Замечательно. Расчесали. И все. Вообще не видно геля. Вообще никакого контакта с тональным средством. У меня вот впервые такое. Потому что другие гели, когда используешь, они прям с тональным средством перемешиваются. И кончики такие вот у волосиков неопрятные. То есть при ближайшем рассмотрении видно, что у тебя там что-то не то. О, красота. Бровки готовы. Красота. Артикул чудо-средства оставлю в описании в инфобоксе. Так, что делаем дальше? Уже у нас с вами SPF тональное средство уселось. Дальше я делаю контуринг. Для контуринга у меня сейчас очень деликатная палеточка. От Catrice. Уже все стерлось. Это Catrice 0,10. Оттенок такая, знаете, нейтральная, нейтральная. Прямо вот на моей коже практически не видно. Но тем не менее создает затемнение там, где нужно. Очень деликатная. Не рыжит. Не сирит. Прямо вот то, что нужно. Вот такая красота. Немножко вот здесь, внизу, где скулы. И прорисовываем линию подбородка, линию под скулами. Вторая сторона. Я рано начала. У нас еще с вами консилер. Консилер любимый, просто великолепный. Это Эцикалаген Фаберлик в оттенке 68,10. Обожаю его. Мега удобный, работающий. Носогубки. Уголочки глаз. И вот это вот мое пятнышко. Еще сверху перекрываю. Спонжик в комплекте. Очень хорошо распределяется. Высветляет прям до той степени, до которой нужно. И сразу личико прям свежее, моложе. Носогубочки вдруг стираются, пропадают просто. С таким консилером тональных средств не нужно. Перекрыл недостатки там, где надо. И все. Красота. Вот. Смотрите, какая разница. Носогубочки стерлись, исчезли. Дальше продолжаем контуринг. Беру его же. Этой же большой кисточкой носик чуть-чуть. Укрылья носа затемняю. Тут как бы важно его себе таким способом не увеличить. Потому что чуть ниже полосу пройдешь, надо поиграться, посидеть и посмотреть, как тебе идет кончик носа на верхнее веко с уводом к виску. Вот трогаю гель для бровей. Они даже не двигаются. Хотя мягенькие. На верхнее веко и увожу вверх. Вот так. Дальше тенюшки. А тень у меня тоже. Ицколлаген. Самый любимый мой оттенок. 56742. Очень освежает взгляд. Очень-очень. И делает белок глаза. Если какие-то оттенки делают их заплаканными. А здесь наоборот. Делает глазки белок глаза более белым. Таким голубоватым. Но по крайней мере на моих глазах. Они немножко такие розоватые. Я бы сказала коралловые. Версиковые что ли. Достаточно яркие. Я наношу их спонжиком. И растушевываю кистью по подвижному и неподвижному веку. Вот таким образом. Границы растушевываем в ноль. Потому что достаточно сильная пигментация у теней. И вот так получается. Нижнее веко. Тоже подвожу спонжем. Макияж у нас сегодня очень быстрый. Такой прям повседневный. Повседневный. Он очень быстрый. Легкий. И освежающий. И другой кисточкой. Плоской такой для нижнего века. Растушевываю теперь нижнее веко. Вот такая красота получается. Сразу глазик стал свежее. Также второй. Дальше. Довершаю макияж своим любимейшим оттенком светлых жидких теней Фаберлик. Артикул 5783. Это самый светлый оттенок. Его давно нет на складе. А он у меня заканчивается. Точнее закончился. Я уже выжимаю невыжимаемое из него. Как могу. Потому что тут очень неудобно кисточкой на самом деле доставать остатки. Но вот как могу. Я его накладываю прямо на серединку подвижного и неподвижного века. Вот так полосочкой. И пальчиком тушу. Это еще больше открывает взгляд. Придает вот это вот красивое сияние. Взгляд смотрится моложе. В уголочек чуть-чуть. Не переживу, если эти тени больше не будут выпускать. Под бровку чуть-чуть. Над губкой чуть-чуть. То же самое со вторым глазиком. Вот такие вот сияющие глазки у нас получаются. Теперь тушь. Подводку я никакой, кстати, не делаю. Сейчас тоже поняла, что лично мне она придает возраста. Это новинка Solong. Тушь Faberlic, которую мы с вами недавно тестировали. Вообще потрясающая просто тушь. Я в нее влюбилась. Могу смело сказать, что она на данный момент является самой любимой тушью моей Faberlic. Почему? Потому что она действительно круто удлиняет. Она термостойкая. Она и влагостойкая. Тоже в дождь с ней гуляла, ничего не случается. Она не отпечатывается. С ней можно поиграться, понаслаивать. То есть один слой это вообще естественные, прекрасные реснички. Второй, третий слой это уже прям красота вообще практически. До бровей реснички. Обожаю, люблю. На лето вообще не отпечатывается. Шикарнейшая тушь. Я сейчас нанесу. Два слоя к вам вернусь. Готово. Два слоя реснички. Огонь. Теперь помада. Помаду сейчас использую тоже Faberlic. Жидкую, матовую. Это у нас с вами софт крем. Вот такая вот. Артикул 409-64. Очень удачный, такой сочный весенний оттеночек. Я хочу сказать, она мега стойка. Она у меня выдерживает все перекусы. Я с ней весь день могу проходить. Красивый оттенок. Очень такой, знаете, розовый. Розовый. Но в то же время такой красивый розовый. Нюдовый розовый. Она очень комфортная на губах. Прямо вот безумно. Можно подарить себе миллиметр. Можно. Она позволяет это сделать даже без использования карандаша. Такое ощущение, что на губки нанесли бархат. Вот она настолько комфортная. Вот сейчас немножко вначале она еще поблескивает. Через пару, тройку, минуточек у нее останется такой бархатный финиш. Матвый. Потрясающая помада. Очень ее люблю. И она еще питает губки. Они такие вот получаются разглаженные. Поэтому прям вот у меня от нее восторг. Ну что, вот такой у нас с вами макияж сегодня получился. В последнее время я практически каждый день так крашусь, потому что это быстро, потому что это просто, потому что это красиво. По весеннему сочно освежает. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Очень рекомендую попробовать гель Алья, потому что даже самые привередливые бровки однозначно останутся в восторге. Артикул обязательно оставлю в описании. Пишите, как вам макияж, что понравилось, что нет. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока.